Достигай Израиль и весь мир Шалом, возлюбленные! Брухим Бахаим Бешем Адонай! Добро пожаловать на программу «Узнава еврейского Иисуса!» Добро пожаловать во имя Господа! Синтия, сегодня мы поговорим о том, что очень часто Божьи суды – это подарок для нас. Если человек будет судим только в самом конце, тогда у него не будет шанса прийти к Господу, и, конечно же, это трагедия. Богу не доставляет удовольствие смерть нечестивого человека. Но Божьи суды в жизни праведников становятся для них спасительной благодатью, потому что эти суды заставляют нас взвесить свою жизнь. И в результате этого мы можем покаяться и осветиться. Но, думаю, многие верующие не понимают, что такие методы Бога очень нам нужны. Поясни, пожалуйста, для чего они нам вообще нужны в этой жизни? Да, да. Самое важное – всегда помнить о Боге в любой ситуации. Если к нам приходят такие суды, но в нашем сердце и в наших мыслях есть Бог, то это заставляет нас развернуться и покаяться, а также пойти по Его пути, который ведет к свету. Если мы развернемся и посвятим свою жизнь Ему, то от этого нам будет только лучше. Поэтому суды Божьи – это переход от смерти в жизнь. И мы любим Бога и Слово Его истины. Шалом, Уврахам! Мира и благословения вам! Сегодня мы продолжаем серию программ, которую я назвал «Песнь Анны». На основании Первой книги царств. На русском «Анна», а на иврите «Ханна». Носителям английского языка этот звук «Ха» дается не очень просто. Итак, «Песнь Анны». Если вы не слышали первую проповедь в этой серии, то обязательно послушайте ее. Вы можете найти ее на нашем сайте или на Ютьюбе. Это очень важно, потому что в прошлый раз я заложил основания того, как следует понимать образ мышления Анны. Как я уже говорил, Анна не могла забеременеть. И в Первой книге царств, в первой главе шестом стихе, мы читаем, что Господь заключил чрево Анны. И в прошлый раз я говорил, что многие современные христиане, у которых нет основания и знаний теологии Ветхого Завета, думают, что все плохое приходит только от сатаны. А Бог не имеет к этому никакого отношения, потому что Бог делает только хорошее. И часто они не понимают, что некоторые происшествия, которые они считают плохими, являются на самом деле частью Божьего плана. И сейчас они могут казаться плохими, но у Бога есть вечная цель, и Он использует то, что нам кажется плохим, для чего-то хорошего в нашей жизни. И мы не можем войти в это хорошее без временных плохих ситуаций. Получается, часто то, что кажется нам плохим, является благословением. В прошлый раз мы очень детально поговорили об этом и пришли к выводу, что нам, христианам, нужно понимать, что очень часто Божьи суды — это дар от Бога. К примеру, если у родителей проблемный ребенок, то зачастую это потому, что его никто не дисциплинировал или не наказывал. И иногда Бог таким же образом приносит свой суд или наказание в жизнь своих праведников, чтобы исправить их. Поэтому Божьи суды и наказания просто необходимы. А если бы Бог не наказывал за грех, как это показано Ветхим Заветом, то Он не был бы высокоморальным Богом. Для того, чтобы Бог оставался и дальше святым, и высокоморальным Богом, грех должен быть наказан. Поэтому Бог излил наказание на Иешуа, Мессию, за наши грехи. Обо всем этом я говорил на прошлой неделе. Анна понимала обе стороны Бога. Она понимала, когда с ней происходило что-то хорошее, то это было благословением от Господа. Но она также подчинялась Богу посреди трудностей, видя в них Божью, суверенную цель для ее жизни. Перед тем, как мы пойдем дальше, напомню, что в первой книге царств, в первой главе, в шестом стихе, сказано, что именно Господь закрыл утробу Анны. Они были готовы признать, что Господь закрыл утробу Анны, и от этого ей очень тяжело. В первой главе книги царств мы находим Анну, плачущей в храме. Она взывает к Богу и умоляет его дать ей ребенка, обещая посвятить этого ребенка Богу, если он откроет ее утробу. Опять же, она приписывала все, что с ней происходило, Богу и его суверенному царствованию над всей землей. Писание говорит, что Господь услышал ее молитву, и вскоре после этого она забеременела и родила Самуила. Она посвятила его Господом, и он стал одним из могущественных пророков в истории Израиля. Но то время, когда утроба Анны была закрыта, и хотя и было непростым, но было временем подготовки, потому что она уже дошла до того состояния, когда она могла сказать, «Господи, если ты дашь мне ребенка, я полностью посвящу его тебе». Поэтому давайте не будем думать, что все плохое в нашей жизни приходит от дьявола, и Бог не имеет к этому никакого отношения. Давайте, когда такое происходит, спрашивать у Господа, «Господь, а как это понимать? Что это означает? Как это, якобы плохая ситуация, которой я оказался, вписывается в твои цели для моей жизни?» В книге пророка Исаии, 45-й главе, есть такие стихи. Это 5, 6 и 7 стихи. Так вот, там сказано, «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Как видите, дорогие мои друзья, Его пути выше наших путей, как небо выше земли. Он все видит в свете вечности. А мы можем видеть только здесь и сейчас. Авторы Писания понимали, что все в жизни имеет какую-то цель. Например, когда израилетяне проиграли какой-то бой, то не потому, что враг был сильнее их, а потому, что с ними было что-то не так, и им нужно было извлечь какой-то урок из всего этого. Часто это происходило из-за того, что они заключали союз с другими народами, полагаясь на людей для победы в сражении, а не на Господа. Я просто пытаюсь настроить вас на еврейское мышление. Бог суверенный. Он Бог, и нет другого Бога. Что бы ни происходило в нашей жизни, давайте, как и Анна, обращаться к Господу и узнавать Его взгляд на ситуацию. Давайте не будем винить во всем дьяволом, а осознаем, что даже если дьявол и причастен к этому, то только с разрешения Бога. Как сказал Иисус Понтию Пилату, «Ты бы не имел надо Мною никакой власти, если бы она не была дана тебе свыше, так и в нашей жизни. Ничего не может произойти без разрешения Бога». Писание говорит, что ни один воробей не падает на землю без ведома Отца. Поэтому нам нужно искать ответы только у Бога, а не иметь двойственное мышление о том, что Бог и дьявол, каждый из них ведет свою игру, независимо от другого. Иногда Бог позволяет сатане сделать что-то, потому что у него есть более высокая цель. Так вот, возьмем, к примеру, жизнь апостола Павла. Павел пишет, что посланник сатаны был дан ему, чтобы доставлять ему мучения в теле. И он молился Богу о том, чтобы Бог забрал это. Господь, забери эту боль, эти мучения, этого посланника сатаны, это жало воплоти. И Павел пишет, что ему открылось, что именно Бог послал ему это жало воплоти, чтобы он не превозносился из-за изобилия откровений, которые он получал от самого Господа. Когда мы получаем такие откровения, естественная реакция нашей плоти – это раздуться, возгордиться. Но, чтобы Павел не стал превозноситься, чтобы защитить его от этого, Бог послал посланника сатаны. Заметьте, как они сотрудничают. Бог суверенный, но он использует сатану для своих целей. Сатана рад возможности помучить с Павла. Но у Бога в этом есть более высокая цель, и эта цель во благо. Итак, приходит посланник сатаны, чтобы не дать Павлу возгордиться. Павел обратился к Богу в молитве и попросил убрать это, но Бог ответил, «Нет, моя сила будет совершенствоваться в твоей слабости, и моей силы будет тебе достаточно». И затем Павел говорит, «Тогда я буду хвалиться моей слабостью, потому что в ней совершенствуется Божья сила». «Ну, теперь-то, вы понимаете, что я пытаюсь до вас донести? Давайте не иметь двойственного мышления и не приписывать что-то дьяволам. Я не говорю, что дьявол ничего не делает, но во всем, что происходит, нужно спрашивать Господа, «Господь, а что ты хочешь этим сказать? Что ты пытаешься донести до меня, потому что я знаю, что ты все обратишь мне ко благу?» Каждый элемент скиния – это пророческий прообраз нашего хождения с Богом сегодня. Самое удивительное учение, которое пробудило нас – это учение о скинии Равина Шнайдера. Этот забор символизирует разделение, которое происходит в жизни человека из-за греха. «Я всего раз в жизни слышала о скинии, но я никогда не слышала полного учения». Значение о скинии принесло новый и богатый смысл нашему спасению. Затем служитель клал свои руки на голову животного. «Сегодня я узнала о жертвенном Агнце. Когда-то люди приходили и произносили свои грехи над ним. Когда Агнца приносили в жертву, человек был чист от своих грехов. Агнец – это Иисус Христос. Он пролил за нас свою кровь». Заметьте, что был только один вход. И этот единственный вход символизирует Иисуса. Давайте скажем это вместе. «Иисус! Иисус! Иисус!» Мы прослушали проповеди о внешнем дворе, затем о внутреннем дворе, а сегодня была кульминация «Святое святых». Нам буквально снесло крышу и напомнило о важности стремления к Богу и к общению с Ним. Итак, вернемся к нашей теме «Песнь Анны» или «Песнь Ханны». Мы начали с того, что ее утроба была закрыта. В Писании сказано, «Господь заключил чрево ее». Затем, после похода в храм и молитва, «Господь, если ты откроешь мою утробу, я посвящу моего ребенка тебе». Господь, конечно же, открыл ее утробу, и она родила пророка Самуила. А после отлучения от груди она привела его в храм. С этого места мы продолжим говорить на тему нашей серии «Песнь Анны». Первая книга царств, вторая глава, первый стих. «И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. То, что дьявол запланировал как зло, Бог использовал во благо». Иными словами, у дьявола может быть какое-то задание против нас. И Анна говорит, «Разверзлись уста мои на врагов моих». Она, должно быть, понимала, что дьявол не давал ей забеременеть, но теперь она осознала, что то, что он запланировал как зло, Бог использовал во благо, и теперь она одержала победу над своим врагом. Она говорит, «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Иешуа обещает, если мы продолжим держаться за Него, как за Господа и Спасителя, то Он приведет нас к тому, что мы возвысимся над нашими врагами. Вы подниметесь над всеми, кто когда-либо обвинял и осуждал вас, над всеми, кто смеялся над вами. «Благодаря Мессии Иешуа вы будете смеяться последними». Посмотрите на слова Анны. «Широко разверзлись уста мои на врагов моих». Иисус сказал, «Я сделаю так, что те, кто обвиняли вас, поклонятся вам и узнают, что Я полюбил вас». Так сказано в книге Откровения. У вас будут такие же результаты, как у Анны, если Иешуа будет у вас на первом месте. Наступит такой момент в жизни, когда вы осудите всех ваших обвинителей. Это Слово Господа, и Он пишет Свою историю на вашей жизни. Вы одержите окончательную победу. Вы будете смеяться последним. Держитесь, потому что Бог приведет вас к победоносному завершению вашей жизни. Вы можете проиграть несколько сражений, но вы победите войне. Когда Иисус висел на кресте, и все смеялись над Ним, это выглядело как поражение. На Него поливали, Его били. Ему пронзили бок копьем и положили терновый венок Ему на голову. И все это выглядело так, будто бы победа за ними. Но Иешуа воскрес из мертвых и сейчас сидит одесную Бога. И каждое колено склонится, и каждый язык признает, что Иешуа Хамашех – Господь и Царь. То же самое будет и с вами. Вы обвините каждый язык, который обвинял вас, и будете жить для Иисуса до самого конца. Баруха Шем. Благословенное имя Господа. Вашу жизнь ждет победа. Второй стих говорит «нет столь святого, как Господь». Нет столь святого, как Яхве. Еще раз напомню, что Яхве – это священное и заветное имя Бога. Оно встречается в еврейской Библии семь тысяч раз. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Обратите внимание на мышление Анны. Она говорит «нет таких, как ты». А вот что я пытаюсь донести до вас вот уже две недели. Обязательно прослушайте наш прошлый выпуск. Нам нужно смотреть на жизнь через призму того, что есть только один суверенный Бог. И даже когда происходит что-то плохое, мы должны спрашивать Его, «Что ты хочешь сказать мне через это? Как мне поступать, исходя из этого? Как мне использовать этого блага?» Это важно, потому что есть только один Бог, и в конечном итоге перед Ним склонится всякое колено, и все признают, что Иешуа Хамашиах есть Господь. И Анна смотрела на все события в своей жизни, хорошие и плохие, через призму того, что Бог суверенный. Ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Ну а теперь третий стих. «Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог, ведение и дела у Него взвешены». Обратите внимание на первый пункт в ее заявлении. «Не умножайте речей надменных, потому что только Господь, Яхве, есть Бог». Сегодня, когда я смотрю телевидение, и вижу, что люди хотят, чтобы все вращалось только вокруг них, все только «я, да я, посмотрите на меня, вот какой я милый, вот как я умею, вот как я танцую». Заметьте, что все это превозношение и продвижение только нашего «я». Но Анна получила откровение о Боге. И вот какой была ее реакция на это откровение. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя. Не умножайте речей надменных». Мне интересно, когда весь мир предстанет перед Яхвы, обнаженный и беспрекрас, и увидит его во всей его силе и славе, «Сколько из людей будут вести себя так, как они ведут себя сейчас? Сколько будут поддерживать тот же образ, что и сейчас?» Нет, все это изменится сразу и очень радикально. А знаете, какая самая лучшая реакция на Бога? Это молчание. Лучше всего молчать перед Ним. Так поступил Иов, когда Бог дал ему всю полноту откровения. Иов пытался понять, что с ним произошло. Он говорил разные вещи и даже обвинял Бога. А вот оно, молчание. А друзья давали ему какие-то советы. Но когда пришел Бог, знаете, какой была их реакция? Они тоже закрыли свои рты и замолчали. Так что спросите себя, то, как вы себя ведете, ваш характер и ваша личность демонстрируют гордость и надменность или же смирение. Вы живете так? Посмотрите на меня. Посмотрите. Пытаетесь ли вы выделиться своими движениями? Может, выражением лица другими модными вещами? Как вы будете чувствовать себя, когда предстанете перед Господом? Будете говорить, «Ой, это я! Смотрите, я!» Будет ли ваше поведение и ваша подача себя считаться модной или чистой и святой, приемлемой для самого Бога? То, что вы делаете сейчас, сможет выстоять перед Господом в полноте Его силы и славы? Выстоит ли? А ваше поведение, то, что вы принимаете в свою жизнь или смотрите по телевизору, люди, на которых вы равняетесь по жизни, способствуют ли они развитию вашей гордости, высокомерия, эгоизма и эгоцентризма, если то, какое вы сегодня, и то, чем вы занимаетесь сегодня, не сможет устоять перед Богом в последний день, то это означает, что вам нужно изменить свою жизнь, и чем скорее, тем лучше. То, чем мы занимаемся сегодня, должно выстоять перед Божьей силой, когда мы встретимся с этой силой. По сути, я пытаюсь сказать, что нам нужно покаяться. Анна осознала, что нужно забыть о гордости и высокомерии, потому что только один Бог есть свят. Он Бог на небесах и на земле. Неважно, закрыта или открыта была у труба Анны, она выбрала почитать Бога, смотреть на жизнь через Него и идти по жизни с осознанием Его святости, Его красоты и славы. И я хочу призвать всех нас вести подобную жизнь с таким же настроем и отношением, как и у Анны. Бог святой, и Он призывает нас с вами быть святыми. Сегодня день спасения, сегодня день благоприятный. Если сегодня вы слышите Его голос, то покайтесь и измените свою жизнь сейчас. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение Своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз вы узнаете о том, как держаться за Господа даже в самых трудных ситуациях. Не пропустите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, в Каипском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести Слово тем, кто никогда не услышит Его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Спасибо, что были сегодня с нами. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострого. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7 На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.